Наш город расположен в живописнейшем месте на берегу Японского моря. Каждый год в летний период на многочисленные пляжи городского округа устремляются сотни местных жителей и приезжих отдыхающих. К сожалению, отдых на водных объектах не всегда обходится без несчастных случаев. Главными причинами гибели людей на воде по-прежнему остаются отсутствие культуры поведения, купания в состоянии опьянения, отсутствие контроля со стороны родителей за маленькими детьми и подростками и купание в необорудованных местах. Сначала хотелось бы пройти по статистике. Она, к сожалению, печальная. В среднем по всему миру на водных объектах гибнет до 370 тысяч человек. У нас конкретно в нашей стране в среднем за время отдыха на воде погибают до 3 тысяч человек. Печальная статистика печальна еще и тем, что до 25% это дети, которые, как правило, гибнут по вине взрослых. 60% от этого числа это, скажем так, граждане, которые купались на необорудованных пляжах и неподготовленных местах для отдыха. И 30% из них это те люди, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Человек, хорошо умеющий плавать, чувствует себя на воде уверенно и спокойно, а в случае необходимости может смело помочь товарищу, попавшему в беду. Соблюдая простые меры предосторожности и прислушиваясь к советам специалистов, вы обезопасите себя от несчастных случаев. Хотелось бы напомнить нашим гостям и жителям города городского округа основных правилах безопасности поведения на водных объектах во время отдыха. То есть первое самое главное, если не умеете плавать, то не стоит лезть в воду. По крайней мере пытаться плыть на надувных каких-то там плотах, кругах и так далее. Не плавайте на надувных матрасах, автомобильных камерах и надувных подушках. Ветер или течение могут отнести их далеко от берега, а волна захлестнуть. Если из них выйдет воздух, они потеряют плавучесть. Второе, это все-таки следить за детьми, за своими, не оставлять их без присмотра. Для того, чтобы ребенка накрыла волной или он перевернулся со своей надувной игрушкой, много времени не нужно. Ну и алкоголь. Алкоголь и отдых на воде, они несовместимы. То есть если хотите приятно провести время, проведите, но в воду не лезьте. Катание на грибных судах, как и купание, может привести к тяжелым последствиям, если не знать или пренебрегать простыми, но важными правилами. Прежде чем сесть в лодку, надо тщательно осмотреть ее и убедиться в ее исправности. А также в наличии на ней уключен весел и черпака для отливания воды. В лодке обязательно должны быть спасательный круг и спасательные жилеты по числу пассажиров. Жилет вообще обязательная вещь при, скажем так, отдыхе на каких-либо плавсредствах. Не берем, конечно, надувной матрас. Сапы, лодки, катера подразумевают жилет спасательный. Так же, как пристегивание в автомобиле. Мы пристегиваемся временем безопасности, так же и тут при выходе в море одеваемся спасательный жилет. Особенно, если мы не умеем плавать. Нужно всегда помнить, что купаться безопасно только на благоустроенных пляжах, где все опасные места обозначены соответствующими знаками. А отдых на воде охраняют работники спасательных станций или постов. Купаясь, не следует заплывать за буйки, указывающие границу заплыва. Ибо дальше могут быть ямы, места с сильным течением, движение катеров, гидроциклов, лодок. Кроме того, в зоне действия буйков вас более-менее гарантированно спасут спасатели, если они есть на данном пляже. Или хотя бы вокруг будут люди, до которых вы сможете докричаться. Если вы уплыли далеко за буйки, опять же, вам станет плохо, вы даже никого не сможете позвать на помощь. Ну и опять же, если вы даже докричитесь, то пока они до вас доберутся. Никогда не прыгайте в воду в местах, не оборудованных специально. Можно удариться головой о дно, камень или другой предмет. Легко потерять сознание, нанести себе травму и погибнуть. Не стоит также подплывать к каким-либо морским судам, катерам и лодкам. Все это может закончиться затягиванием под воду и выносом на винты. Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде. Но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде.